Сегодня мы завершаем цикл лекций о здоровом образе жизни и поговорим об отказе от вредных привычек. Это следующий критерий здорового образа жизни и одним из главных является искоренение вредных привычек, таких как курение, алкоголь и наркотики. Здоровый образ жизни человека немыслим без решительного отказа от всего того, что наносит непоправимый ущерб организму. Речь идет в данном случае о привычках, которые подрывают здоровье. Эти привычки являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье молодежи и на здоровье их будущих детей. Вредные привычки пагубно влияют на кору головного мозга, нарушаются функции мыслительных процессов и внимания, значительно повышают вероятность возникновения рака, дыхательных путей, происходит хроническое отравление организма с глубокими нарушениями в различных органах. Вследствие этого постепенно наступает психическое и физическое истощение, повышенная раздражительность, неустойчивое настроение, нарушается координация движений, ухудшается память, резко падает трудоспособность. Конечно, в идеальном случае здоровый образ жизни предполагает не отказ от вредных привычек, но изначальное их отсутствие. Если же по каким-то причинам они уже имеются у человека, то необходимо принять все меры, чтобы освободить данного индивида от столь пагубных для него самого пристрастий. Курение подвергает опасности многие жизненно важные органы. Курильщики рискуют получить легочные заболевания, а также подвергаются повышенной опасности ишемической болезни сердца и инсульта. Сигареты ускоряют сужение артерий, уменьшают содержание кислорода в крови на целых 15%, а это значит, создают перегрузку всей сердечно-сосудистой системы. Не менее вреден для организма и алкоголь. У тех, кто злоупотребляет им, чаще встречается повышенное артериальное давление. Алкоголь разрушает печень, особенно прискорбен тот факт, что алкоголь и табак отрицательно влияют на врожденные характеристики детей и могут вызвать серьезные отклонения в их развитии. Для тех, кто хочет бросить пить и курить, особое значение имеет здоровый образ жизни в целом. Регулярные физические упражнения, рациональное питание в большой степени способствуют преодолению вредных привычек. Давайте подведем итоги в целом о ЗОЖ. Введение здорового образа жизни предполагает не хаотичное использование различных методик, а применение индивидуального, тщательно подобранного плана. План этот должен учитывать физиологические, психологические особенности конкретного человека, стремящегося улучшить свое состояние. Здоровый образ жизни не предполагает какую-то специальную физическую подготовку. Его принципы рассчитаны на использование их обычным человеком с целью поддержания работоспособности и нормализации здоровья.